Все здравствуйте! Мы продолжаем уроки еженедельных глав Торы из Шатра Авраама. И сегодня мы изучаем еженедельную главу Мишпатим. И слово Мишпатим переводится как «законы». И наша глава начинается со слов «и вот законы». То есть приставка «и» означает, что вот эти законы – это следствие чего-то, а именно следствие дарования Торы, как мы уже с вами выяснили в первой части нашего урока. Рассказывают наши мудрецы, что вот в этой главе Мишпатим 100 стихов об ущербах. 100 стихов об ущербах. И также рассказывают, что написано 5 томов Талмуда на эту тему. Огромное количество, огромное количество литературы именно на эту тему задается вопрос о чем? Чтобы глубже понять то, что было сказано. Чтобы глубже понять, и мы в прошлом уроке говорили, что такое не убей, что такое не прелюбодействуй, как относиться к имуществу друг друга. Вот, поэтому мы немножко сейчас вспомним предыдущие события, немножко внутренние смыслы и подойдем как раз к нашим законам, чтобы вот эта приставка и, и было то, и было то, и было то, и было то. И когда все эти эпизоды, или как мы их назвали, точки в прошлом виде, связываются в одни линии, то у нас вырисовывается какая-то картина, которую можно видеть в полноте. Потому что часто люди, изучающие Тору, они возьмут какое-то одно место, это называется вырвать из контекста. И вокруг него строят какие-то законы. Можно извлекать мудрость, извлекать какие-то наставления, но законы построить на этом трудно. Почему? Потому что ты можешь додумать, что хочешь, придумать, что хочешь. И так практически и делают. Вот, поэтому мы видим, что евреи вышли с помощью Всевышнего и Маше из египетского рабства. И мы говорили внутренний смысл. Да, что такое еврей вышел из Египта? Эта душа избавилась от теснин своего прошлого. Египет, Мицраим, это теснины. Пришли в Египет, эта душа спустилась в этот мир. В том месте, где человек живет, есть свои традиции, есть свои какие-то явления, неправильные явления. И человек попадает под общее мнение, под все вот это давление. Вот, и потом он избавляется от своего прошлого. Вот, мы видели, кто-то умер в Египте. То есть, кто-то так и не избавился от этих теснин. Почему? Они не приняли правильный выбор. Поэтому мы понимаем, что Всевышний дает всем возможность что-то улучшить в жизни, что-то изменить. Вот, нет такого человека, который бы сказал, все, а меня Бог совсем забыл. Такого не бывает и такое не предусмотрено. Всевышний везде говорит, не хочу смерти грешника, хочу, чтобы он спасен был и как багряное обелю его. То есть, человек должен просто обратиться за помощью, пересмотреть свое прошлое и выйти. Так вот, многие не захотели выйти из Египта, они там умерли. Вот, потом мы видели смерть Египта. Что такое смерть Египта? Египта – это полный конец своего прошлого. Вот, они видели смерть тех, кто их набил, смерть всех тех, кто над ним издевался. То есть, смерть своего прошлого. Очень часто люди оставляют что-то, говорят, ну, вот это я оставлю из своего прошлого. Вот эту гадость, вот эту гадость, вот эту гадость. И фактически они вроде бы как выходят из Египта, но Египет не выходит из них. У нас есть хороший пример, например, жена Лота, когда ей сказали ангелы, иди, не оглядывайся. Но она прошла какую-то часть пути, а потом оглянулась. И она же была садомитянка, на самом деле. Она там родилась, это была ее земля. И вот это ее прошлое, оно ее держало, она была к этому прилеплена. Поэтому, с одной стороны, человек говорит, я буду жить с Богом. Но когда человек слышит, и вот законы, которые ты теперь должен соблюдать. Человек говорит, не, 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 ну на это, я мне там тоже было неплохо. И идет все время вот эта вот борьба. Вот, поэтому Всевышний, понимая душу человеку, он приводит еврейский народ к главной цели, к горе Синай. Для чего? Чтобы они совершили служение на этой горе. Что за служение? Принять Тору. Вот эти самые Мишпатим и другие законы, установления, сейчас мы об этом поговорим. В общем, чтобы принять Тору, для того, чтобы у них была сила, вот, очиститься из своего прошлого, избавиться и начать жить по вот этим самым законам, здесь нужно много силы. И без помощи Бога, конечно же, это невозможно. Поэтому сказано, что и расположился Станом Израиль, и сказано в единственном числе. Мы это уже вспоминали, мы немножко сейчас делаем общий обзор. Что там сказано, и вышли они, и шли, и перешли везде во множественном числе. Но тогда, когда речь идет о даровании Торы, а точнее для Израиля это было принятие Торы, вот, то написано, что расположился Израиль, как один человек, в единственном числе. Почему? Потому что это выход для каждого человека. И мы видим, что с евреями там были люди из других народов. Вот. Говорят мудрецы, что было около 200 тысяч разноплеменных народов. То есть это были нееврейские люди, которые тоже пошли с еврейским народом, увидя, что Бог, который евреям помогал, что это действительно всемогущий Бог, и они захотели строить с ним отношения. Вот. И поэтому именно дарование Торы, это то, что объединяет, ну, вообще каждого человека, все души, да, для того, чтобы из пункта Б, который был Египет, вырваться в пункт А, который называется земля просторная, обширная, где течет молоко и мед, которая называлась Эрец Исраиль. Вот. И эта схема, она для каждого человека. Вот. Дальше мы видим, что они получили Синайское откровение. В прошлой главе Итро, то, что сегодня весь мир верит, признает, но почему-то отвергает. Вот. То это называется Синайское откровение. Другими словами, можно сказать, что через дарование Торы, это есть устная Тора, это есть письменная Тора, это есть все вот эти, и вот законы вот эти, и речения, которые были на двух скрижалях, и вот эти все законы, которые были записаны Маше, вот. И все устные предания, которые раскрывают эти законы, вот эти, например, книги Талмуда, там, где мудрецы учат думать нас правильно в каждой ситуации, и так далее, и так далее, и так далее. Что-то было для еврейского народа, что-то было для всех народов мира, в этом надо разобраться. Вот. И мы видим, что там были заповеди, и запрещающие что-то делать, и повелевающие, то есть разрешающие, или, как можно сказать, Всевышний советовал, говорит, вот это я вам запрещаю делать, а вот это я рекомендую вам, но вы смотрите сами. Вот. И мы разделяем это на волю Всевышнего, то, что он обязал людей выполнять. Вот. И мы разделяем это на мудрость Всевышнего. Также мы разделяем это на еврейский народ, и 613 вот этих заповедей, как народу священников, как мы уже с вами говорили, как военным людям, есть гораздо больше законов, чем гражданским людям. Вот. Поэтому он сказал, вы будете мой народ священников, у вас будут особенные законы. Вот. А для всего человечества он дает 7 запретов, и неограниченное количество добра, которое человек сам вправе выбрать делать. Вот. Теперь немножко мы рассмотрим вот само вот это слово законы. Слово называется мишпатим. Если мы посмотрим, то вот то, что называются заповеди Всевышнего, то можно разделить на три категории. Вот. И на еврейском языке это звучит так. Мишпатим, хуким и эйдот. То есть законы установления и свидетельства. Вот. И есть многие вот эти вот законы, они только для еврейского народа, как мы сказали, а есть для разных народов мира. Ну, приведу немножко пример. Вот, например, что такое эйдот? Это свидетельство. Что значит свидетельство? Например, есть седьмой день недели, шаббат. И прямо на горе Синай Всевышний сказал еврейскому народу, чтобы они соблюдали субботу. Что такое соблюдали? Соблюдали ее и хранили, и честовали. Особенное отношение. Говорит, только у вашего народа, у еврейского будет особенное отношение. И вам запрещается работать в этот день. И работу твоему, и валу твоему. И там есть потом в устной торе очень-очень много вообще, что считать работой, что не считать работой. Там все это рассказывается и раскрывается. Иначе я не знаю, что такое работа. Например, если я внутри дома переношу большой стол и потею весь. Это работа или нет? Я накрываю шаббатный стол. Или я зажигаю спичку. Или я включаю телефон. Все рассказывается вот в этих вот законах. Но что это за закон свидетельства? Я встречаю шаббат для чего? В память о выходе из Египта. Раз. И в память о сотворении мира. Два. Дана ли была эта заповедь, как закон народам? Нет. Но как хорошую возможность, если человек поймет, что это за шаббат, что происходит в этот шаббат, то ему не надо выполнять этот как закон, но он может его сделать праздничным, сделать особенным. И он может тоже прикоснуться к вот тому всему духовному благу, которое приходит в субботу. Люди этот праздник отменили. Большая часть людей это его не чествует. Хотя пророки Танаха писали, что придут время, и все народы из субботы в субботу будут приходить на поклонение Богу. Поэтому дай Бог доживем, увидим, как это все будет происходить. Вот. Поэтому эти свидетельства, так же, как и праздник. Например, мы курим в свидетельство о победе. Вот скоро в месяце Адар мы будем встречать праздник курим. В свидетельство того, что это происходило, о славе Божьей. Так же праздник Ханука, так же все праздники. Это свидетельство. Еврейский народ все это встречает обязательно. Есть вот эти заповеди Хуки, которые называются, установление переводится по-русски, которые не подвластны человеческой логике. Которые не подвластны человеческой логике. Ну, возьмем, например, пример, вот связанный с питанием. Мы видим, что питание уделяется очень много времени в Торе. Например, Адам с Хавой что-то не то съели. Ну, народам было дано заповедь не есть от живого животного. От еще не убитого, не умершего животного. Вот. Задается вопрос. Ну, а еврейскому народу был дан кашрут. Да? И задается вопрос. Вот, например, ну, сказано еврейскому народу не есть свинью. Другим народам такого не было дано. Задается вопрос. Вот, например, я слышал интересный пример. Например, африканские народы, они очень любят свинину. У них там свинина, центральное блюдо. И оно им не мешает жить. Мы посмотрим на африканских людей. Они все сильные. Прямо можно увидеть отряд сильных людей. Оно им никак не мешает. Почему? Потому что это не на физическом уровне. Это закон Хуким, который мы не понимаем. Если бы Бог сказал еврейскому народу не есть корову, а есть свинину, то тогда мы бы ели свинину и не ели корову. Мы это делаем, не понимая почему, только потому, что это закон, который Всевышний выразил как свою волю на горе Синай. Это и называется вера. Я верю во Всевышнего. И я верю в его законы. Поэтому что я люблю, например, любил бы, там, почеревочек какой-то там с луком. Или как бы большая часть человечества это любит. Да? Но я это не ем много лет. С первого дня, как попал в Синагогу, я просто отказался от того, что я когда-то любил. Да? Потому что тут так написано, тут так сказано, я в это верю. И прошло какое-то время, я это уже разлюбил, теперь даже не представляю, что это можно есть. То есть внутри меня, на основании того, что я знаю, то, что мне. Но я никогда не осуждаю человека. Вот сидит рядом со мной человек, кушает в тарелке сало. Замечательно. Почему? Потому что он нормальное явление. То ли сказано, всякую живность даю вам. Только от убитого, еще не убитого, животного не ешьте. Вот. Поэтому, например, как я увидел в Фейсбуке, например, картинку, как бьют курей током, а они еще живые дергаются, а их уже разделают. То это, конечно, не очень хорошее явление. Вот. Почему? Потому что вот это вот то, что Всевышний запретил, оно влияет не на тело человека, а оно влияет на душу человека. И поэтому Всевышний, понимая, что такое душа, это связано с энергиями. И что такое вот эта кровь внутри животных. Да. И как это попадает в желудок. И для еврейского служения, а было служение, жертвоприношение в храме, молитвы и так далее. Это для еврейской души непригодно. Поэтому Всевышний почему-то запретил. И здесь нет никакой расовой дискриминации. Поэтому люди, которые себе додумывают, придумывают, осуждают евреев, они просто ничего не понимают. Вот. И евреи, которые этим пренебрегают, они тоже об этом не знают и не понимают. Если бы они учили эти законы, понимали бы, то оно бы, скорее всего, дошло, и рано или поздно, так и до еврейской души тоже это доходит. Вот. И мы можем понимать, что, ну, из-за нарушения связи, например, нееврейских людей с еврейским народом, то человечество тоже потеряло, потому что ведь еврейский народ был образован Богом специально, чтобы стать священниками и нести свет вот этих знаний, свет народам. Но так как люди отказались, да, то я бы сказал, сегодня вот восстановление этой связи с еврейским народом, а почему не с японским, почему не с китайцем, почему именно с еврейским, это тоже хуким, для народов это непонятно, но мы видим в Торе, так сказано, придут народы взять иудеи за цицит. Цицит это символ заповеди, символ закона, который Всевышний спустил, вот они так и свисают на одежде, как символ того, что мы, ну, собираемся и подчиняемся этим законам и будем стараться их выполнять. Поэтому они висят у нас на одежде. Вот. И когда народы восстановят эту связь, да, то восстановится истина, которая была искажена, и люди поймут детали, поймут маленькие тонкости и так далее. Вот. Поэтому что мы видим, что после дарования Торы, в принципе-то, усилилась ответственность людей за последствия своих поступков. Вот интересный момент. Например, когда человек чего-то не знает и делает, то это преступление оценивается меньше, ну, наказывается меньше, чем когда человек знает и это делает. В принципе, действие одно и то же, а наказание разное. Поэтому, когда Всевышний даровал Тору человечество, дал им шанс, говорит, я душу свою записал вам, возьмите и учитесь. Здесь сокрыта большая сила, большая энергия, которая даст вашей воле силу, все поменять, перечеркнуть полностью все египетское, да, и идти, благодаря вот этим законам, идти и поменять полностью свою жизнь, и построить вокруг себя Эдемский сад. Вот, и мы можем увидеть, как усилило соответствие. Вот, например, мы недавно изучали главу Бешалах, и мы видели, как евреи только выйдя из Египта и роптали. Сразу они начали роптать, вот, и они просили мясо, вот вы можете проверить, кто любит проверять, это 16 глава книги Барышит, 11 стих, Всевышний говорит, услышал я ропот народа, Маше скажи им, под вечер будете есть мясо, а по утру хлебом насытитесь, и было, вечером налетели перепела и покрыли стан, а утром выпал ман, то есть народ начал роптать, но Всевышний говорит, ладно, ропщите, Маше скажи им, все будет, я им дам, и мы не видим такого сильного наказания, мы видим, немножко Всевышний расстроился, Маше расстроился, но если мы забежим немножко вторую вперед, главу Беа Глотха, и это книга Бемидбар, 11 глава, и там происходят подобные события, стали проявлять прихоти, говорят, помним мы рыбу, дыни, лук, чеснок, а Маше говорит Всевышнему, где я возьму им мясо, это 11 глава книги Бемидбар, и 17 стих Всевышний говорит, к завтрашнему дню будете есть мясо, а дальше продолжают, пока оно не выйдет у вас из носа, и не станет для вас отвращением, то есть смотрите, там они хотели перепела, там они хотели перепела, а в чем же разница наказания, два разных наказания, в первый раз ничего, а во второй раз наказание, ответ очень простой, то было до дарования Торы, пока они еще были невежественны, ничего не знали, у них были прихоти, эмоции, или после дарования Торы, когда они уже все знали, все понимали, и это было уже совсем другое проявление, это уже было проявление наглости, вот, и поэтому разное наказание, точно так же получается в жизни человека, когда человек знает законы, понимает, а очень часто Всевышний просто, как посылает какие-то сигналы, интуитивно людям, особенно людям, которые хоть немножко поднимают глаза на высоту небес, хоть немножко молятся, хоть немножко открывают какие-то святые книги, и часто человек что-то хочет делать, и у него внутри есть ощущение, нету мира, есть ощущение, что он что-то делает неправильно, и надо тогда в этот момент, надо останавливаться, надо пересматривать, надо раздумывать, как говорят наши мудрецы, если ты не уверен, то не делай шаг, подожди, постой, посоветуйся, подумай, подожди, и когда ты будешь понимать, что делать, только тогда делай, вот, и вот это вот, ну, что мы видим, что вот эта ответственность за пренебрежение божественной воли, это вызывает проблемы с небес, есть интересный момент, наши мудрецы описывают слова Давида, Давид когда-то сказал, песнями были для меня законы твои, и сказано, что за эту фразу Всевышний наказал его, а мы же знаем, что песни Давида другие пели, они на них учились, почему, потому что это выражение, надо описать правильно для людей, потому что здесь можно было бы подумать, что эмоции важнее, чем законы Всевышнего, потому что когда запреты, что-то запрещено, то сразу теряется радость, сразу теряются эмоции, это надо сделать силой воли, поэтому за это неправильное такое нравоучение, ну, Всевышний наказал Давида, говорят нам наши мудрецы, что в один момент он забыл нужный закон, когда он пересчитал людей, и он тогда получил наказание, получил наказание, а что мы видим происходит в наше время, в наше время вообще люди заменили слово закон, и некоторые люди так и говорят, что Всевышний отменил закон, и теперь преизобилует благодать, что это значит, отменил закон, значит беззаконие, и что благодать это что, это беззаконие, или как понять это выражение, кто-то его понимает правильно, но большая часть человечества, это то, что мы видим, что происходит сегодня в материальном мире, они не понимают этих слов, и они ссылаются на Библию, еще и смеются с еврейских законов, но если почитать Библию, даже первая, например, лекция человека по имени Иисус, это сказано там, Матфея 5 глава, называется Нагорная проповедь, и он там что-то перечисляет, и качества, которые Всевышний хочет видеть в человеке, а потом он так и говорит, не думайте, что я пришел отменить закон, или пророков, я не пришел отменить, пришел исполнить, он не пришел отменить закон, или ожидание будущего, все, что прописано в Танахе, все, что писали еврейские пророки, он в это четко верил, и четко понимал, но потом, когда все переписали, когда перевели, сделали греческий, потом другие переводы, включили туда немножко антисемитистский уклон, то истина была немножко, мягко говоря, изменена. И она не работает, когда она мягко изменена. Поэтому нельзя выполнять одни законы, попирая другие законы. Тора дана с небес, и это все дерево жизни, она для нас. Вот. Теперь немножко, ну, посмотрим, вот, как эти три категории в нашей главе происходят. И сказано, что и вот законы, которые дались вот сейчас в главе Мишпатин, да, это следствие создания судебной системы, которая была в прошлой главе с помощью ИТРО создана, ИТРО пришел, увидел, как народ спорит друг с другом, какие у них конфликты друг с другом, и они все приходят в МАШЕ. И он помогает создать судебную систему, которая будет вот все вот эти вот конфликты решать, там судьи, там судьи, там судьи, там судьи, а по самым главным вопросам, чтобы люди приходили к МАШЕ. Вот. И люди так и сделали, и как мы говорили в первой части нашего урока, что в высотах мира обитель твоя, а законы твои, правосудие твое во всех пределах земли, да, то есть самая высокая небесная, свою сущность, можно сказать, потому что вот речение начинается, я, Господь Бог, да, Всевышний передает, раскрывает свою сущность, раскрывает свою душу, если так можно о нем сказать. И он выражает, говорит, мои самые высокие желания и замыслы, это то, чтобы проявились вот в этих маленьких деталях, тонкостях, запретах, которые вам, возможно, будут очень не нравиться. И мы видим, в чем же проявляется вот этот божественный суд и божественная справедливость во всех пределах земли. И вся наша глава, она насыщена вот этими решениями судебных вопросов. При нанесении ущерба, что должен человек, как он должен восполнить? Материальный ущерб, моральный ущерб. При спорах в разделении имущества, например, развелись люди, разошлись два партнера, всегда есть какие-то конфликты. При возвращении долгов, при возвращении залогов, как разрешать вот эти обязательства, при злоупотреблении всевозможных отношений к другому человеку. Вся-вся-вся наша глава, она наполнена вот этими маленькими тонкостями. Вот. И мы же говорили, да, что есть законы по отношению к Богу, а есть законы по отношению к человеку. Вот. Поэтому Всевышний дает инструкцию здесь, законы Торы. Как осуществлять вот это правосудие, чтобы люди не выясняли отношения сами. А если они будут выяснять отношения сами, кто-то выбил другому глаз или ударил палкой, то тоже есть законы, что сделать должен человек, каким образом его наказывали, как он должен возместить ущерб и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому мы немножко сейчас посмотрим несколько примеров с вами, чтобы понять вот эти детали. Мы поняли главное о важности изучения тонкостей деталей и воспроизведения в своей жизни, даже если не очень хочется. Вот. Несколько примеров сказано. Если будут ссориться люди и один ударит другого камнем, палкой, кулаком. Вот. Кажется, камнем, палкой и кулаком. И если почитать Алмуд, там разбираются, например, разные вещи. Или он ударил камнем, он хотел его ударить, не хотел. Какой это был камень? Или он ударил его палкой. И не дай Бог убил или покалечил. Если это была маленькая палка, это случайно нанесение тяжелых повреждений. Если это была большая палка, суд скажет, значит, он специально, когда он уже брал большую палку, у него уже было намерение нанести тяжелые телесные повреждения или убить человека. То есть, все рассматривал суд. И все это описано в Талмуде, и все это записано в законах. Вот. И, например, возьмем нанесение телесных повреждений. Мудрецы, есть пять пунктов, рассматривается, как решить вопрос по Божьей. Люди выдумывают это сами, всячески пытаются избавиться от финансовой нагрузки. Но Всевышний говорит, пять пунктов решить вопрос. Что человек должен восполнить и компенсировать всякую потерю. Бывает, да, он не прав, так получилось, ударил, нанес увечность. Но он потом должен возместить инвалидность, если она есть, перенесенную боль. Третье, это расходы на лечение. Четвертое, это потеря рабочего времени. Компенсировать и возместить, если человек месяц пролежал в больнице и не заработал зарплату. А еще и, возможно, премию. То человек должен компенсировать ему потерю рабочего времени. А также запережитый позор. И за все это человек должен компенсировать, должен договориться, измениться и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Например, дальше. Нанесение имущественной потери. Вот вся глава про это, все законы про это. Нанесение имущественной потери человеку. Всевышний Отче ценит наши отношения, когда мы ценим имущество и собственность друг друга. Собственность, имущество человека это святое. Поэтому один человек не должен посягать на имущество другого человека. Но мы привыкли думать, что посягать это только украсть или ограбить. Вот какие-то жесткие формы. Но есть совершенно другие формы, которых очень много. Например, укусила собака человека. Моя собака кого-то укусила. Вот. И это и морально, это и больно, это и лекарство, это и время потерянное. Но я сказал просто извините. Так не работает. Например, бык подтоптал урожай. Чужой бык, ну раньше в сельском хозяйстве, да, такие примеры приводятся в Талмуде. Мой бык подтоптал чей-то урожай. И я говорю человеку, извините, ну так получилось, безумный бык сорвался. Так тоже такого нет. Человек идет в суд. И все это восполняется. Например, кто-то выкопал яму в неправильном месте. А чье-то животное, допустим, туда упало. В общественном владении человек выкопал яму и не восполнен, не закрыл ее. Вот как сегодня, например, бывает. Едет машина, открытый люк в центре дороги. И раз туда колесо попало, выбило все, большие затраты. И непонятно, кто это, ну если непонятно, кто-то украл крышку, это одно. Если это чье-то пренебрежение, строители забыли, это другое. То есть в общественном владении обязательно эти вопросы должны были решаться. Кто-то кинул стекло или палку, да, и это кого-то поранило. Я случайно кинул палку, попал в глаз человеку. Я извинился, говорю, извините, ну что поделать, да. То есть тоже нет. Конечно, надо было все решать вопросы в судебном порядке. И причем раньше, ну люди всегда были разные. Но Всевышний хотел, чтобы решали это по-доброму, чтобы все вот эти вот слишком ненавистные друг другу моменты, чтобы они решались судьями, которые мудрецы, которые Всевышнего и по законам Всевышнего. И тогда мог существовать мир на земле. Сегодня часто, конечно, человек думает, что никто не заметит, и поэтому я как-то пропетляю. Но кто-то заметит, кто-то не заметит, на небе, конечно, обязательно заметят. Поэтому человек должен сам проявлять инициативу, чтобы решить эти вопросы так, как написано. Там наше человечество изменится, жить будет легче. Вот, теперь можно понять смысл буквы И, почему наша глава называется И вот законы. И именно в этом месте Торы, да. Они находятся в пустыне, у них ничего нет. Но они готовят свои души, они приготавливают знания именно к жизни в земле Израиля, чтобы быть там готовыми. Ведь сегодня там, где они учат, это точно, как мы говорили в первой части нашего урока, что дети еврейские в раннем возрасте, в Талмуде, начинают изучать Талмуд. Вот эти вот всякие законы, которые о возмещении ущербов. Они еще не понимают, что это такое. И точно так же здесь мы видим весь народ. Вот они еще не понимают, эти все ущербы, это все, все это будет их ожидать в большей части этих законов. Это в той земле, куда они придут. Но они сегодня уже меняют свое мировоззрение наперед. Они вначале изучают законы и стараются осознать вот эту важность божественной воли. Ну и еще хочу немножко вот то, что есть в нашей главе. В прошлые годы мы это разбирали, поэтому сегодня буквально немножко хочу коснуться этой темы. Есть интересные законы, что если кто-то отдаст ближнему деньги или вещи на хранение, и они пропадут. Вот часто такие бывают, какие-то конфликтные ситуации, да. Я попросил кого-то там похоронять, дал ему конверс с деньгами. А у него его вытащили с кармана. Вопрос, кто должен компенсировать эти деньги, да. Так объясняют нам наши мудрецы, что есть охрана, ну разного вида. Есть бесплатный сторож, а есть платный сторож. И оказывается все это по-разному. Если я отдаю деньги на хранение и прошу просто похоронять эти деньги, и я ничего человеку не плачу. И он говорит, у меня вытащили твой конверт с кармана, вор вытащил и все. И как решить такой вопрос? Он должен мне вернуть эту сумму? Или я должен пострадать, потому что у него же действительно ее украли? И нет решения вопроса, потому что ну как бы оба не виноваты. Что-то доделали, мудрецы объяснили, пусть они пойдут в суд. И тот, который взял на бесплатное хранение, поклянется перед Богом, что он не приложил к этому руку. И тогда будет невиновный. Но совершенно другая история, если человек, например, дал что-то поохранять. И заплатил за это человеку, а тот говорит, что у меня украли. Тогда нет, минуточку. Тогда уже не должен. Тогда суд обяжет человека вернуть потерю, тот который потерял. Почему? Потому что ему уплатили за это изначально деньги. И множество, множество разных историй. Сказано, что если, например, дали тебе на охрану, ну в прошлые века. Да, тут в Талмуде очень много говорится о сельском хозяйстве, потому что раньше это было очень важно. Сегодня, ну если раньше даст быка поохранять, то сегодня можно сказать, даст машину поохранять. Подъедет к твоему окну и поставит под окном свою машину и скажет, ты можешь посмотреть? Ты скажет, да, конечно, буду охранять. Человек приходит, машины нету. Ну, например, кто должен за это платить? Вот, и так далее. И сказано, что если, ну, сдаст он быка, осла или овцу, допустим, какую-то живность, человеку на охрану. И даст ему за это деньги. И что-то такое произойдет, что украдут этого быка, украдут этого осла. То сказано, что тот, который взялся охранять и за деньги, он платный сторож, и он должен вернуть. А сказано, если сдохнет, например, этот бык или этот осел, то тогда, что обстоятельства такие, он придет и скажет, да, я охранял. Ну, вот он, пожалуйста, вот, или растерзало его животное. То сказано в суде, он должен предоставить доказательства, что вот растерзанное животное, я к этому руку не приложил. Это, как называется, полтергейст, это несчастье произошло, тогда он платить не должен, да. И вот такие, вот, вот такие всякие тонкости, вот. Вот, и я хочу сделать немножко комментарий Ребе, чтобы это было для каждого человека понятно, и мы извлекли какой-то урок. Вот, Ребе говорит, что здесь речь идет не только вот о законах, но также здесь есть еще и скрытый смысл, который полезен для каждой души, для каждого человека. Вот, и он говорит, что вот эта первая часть, это духовная природа, это охранник. Вторая часть, это животная природа. Животная природа человека. И животная природа, как говорит, есть разные отклонения у человека. Вот эти все вот моменты, которые тут написаны. Бык, осел, овца и одежда, да, это все какие-то качества, наклонности человеческой души, которую могут украсть, да, то есть ее могут, она может исчезнуть, ну, и за ней надо смотреть, ее надо охранять, да. И кто ее охраняет, ее охраняет наша вот эта божественная природа, вторая часть нашей души, вот эта божественная искра, которая есть внутри нас. Это почему сердце рисует вот так вот, как бы две половины. Одна это такие животные наклонности, а вторая часть сердца это божественные наклонности. И одна должна охранять вторую. А почему эти могут потеряться? Объясняют, потеряться это что такое? Это когда отклониться от того, какую дали. Дали быка здорового, а он убежал. И Тайвер Всевышний дал человеку душу, сюда в это материальное тело. Но, это душа, это бык. Что такое бык потерянный, ну, когда он нарушен? Это грубость, это действующая сила не во благо, это бесчувственность. Есть такие качества характера. Вот есть такие люди, это особенности, внутренние их особенности. Что такое осел? Это упертость, это излишняя трусость или осторожность. Ну, кто как это понимает? Это осел. Ну, вот, что такое одежда? Это как хамелеон, переменчивость ценностей. Сегодня он с одними, завтра он с другими, послезавтра он переодевается как человек. Спортзал, шорты, туда костюм, сюда спортивную одежду, туда еще какую-то. И так человеческая душа, да, нет у него никаких ценностей с теми, он такой, с этими он такой, с теми он другой. Он все время меняется по жизни. Но это же тоже ненормально, да. То есть, мы сейчас рассматриваем, когда украли или потеряли. То есть, нарушение человеческой души, человеческих качеств. А, естественно, на сохранность, кто нам все это дал, это дал Всевышний. А мы за этим сами не углядели. И наша душа, она испортилась. Так что теперь делать? Вот, дальше говорится об овце. И овца, это часто употребляется при названии еврейского народа. Да, и, как бы, проблема овцы, она заблудившаяся. Что такое заблудившаяся? Заблудившаяся от закона вторы. И у нас, как раз, есть хорошая картинка. Это Египет, когда евреи говорили, ну, мы еврейские египтяне. И то, и там они, и там они, и там они, и там они. То есть, когда овца от закона вторы, она заблудилась. И она приняла вот тот вид, где она находится. Да, Всевышний говорит, вернись сюда, вернись, человек, душа, вернись к Всевышнему. Тебе там, вот, в тех неправильных наклонностях, нечего делать. Да, говорит, Всевышний дал нам душу на хранение. И он же заплатил нам все необходимое. Вот, он дал нам все необходимое. Он дал нам Тору. Он дал нам свою силу. Он все время поддерживает ее в нас. И сказано, что придет время, и он востребует ее обратно. Вот, и поэтому он проверит сохранность. Он скажет, я с неба дал вам чистую душу. Вот, и вы сегодня пришли обратно, после того, как вы прожили. Ну, теперь отчитайтесь. Я вас, я вам платил, я вас поддерживал всегда. Ну, что вернуло сюда обратно? Да, и это выразил царь Шломов в своих стихах. Говорит, гуляй там, человек, веселись, но помни, что ты будешь держать отчет на небесах. Да, поэтому для чего-то она была Торой, вот эти все, и вот законы, вот эти маленькие. Для того, чтобы человек мог исправить свои нарушения, когда он изучает. И Всевышний дает ему силу исправить самого себя. Вот этой божественной силой, божественной природой, которая приходит через изучение Торы, через размышления, через то, что человек понимает, что это дар с небес. И он принимает силу, и он выравнивает все вот эти вот шероховатости, о которых мы говорили. И когда человек приходит туда обратно, он говорит, молодец, возлюбленный, ты все там, все у тебя нормально, и все у тебя хорошо. Вот, и если мы увидим, вот очень много, вот во всех этих законах так и сказано, что человек имеет ответственность. Всевышний дал ему землю, дал ему все, что окружает, дал человеку Эдемский сад. И он говорит, у тебя есть ответственность. Храни этот сад, возделывай этот сад, это твоя задача. Вот это не делай, это делай, это есть задача человека. И будешь жить в раю. Вот, такая картинка восстановления божественной справедливости, каждый в свое время, в меру своих сил, это то, что мы с вами все изучаем, и то, что мы стараемся все воплотить в своей жизни. На этом все, всем хорошей недели, будьте здоровы. Продолжение следует...